Привет! Сейчас я расскажу вам, в какие настольные игры я отыграл в декабре 2022 года. А в конце ролика, после того, как я поделюсь впечатлениями про все эти настольки, как обычно, на моем канале будет конкурс. Сначала рассказываю про игры, которых нет у меня сейчас здесь под рукой, но которые мне удалось сыграть. Одна из таких игр называется Block Happy. Это такой очень симпатичный филлер, в котором все карточки это квадратики, и она нацелена на эмоции, и каждая из карточек это эмоция. Она очень круто выглядит, и по механике это напоминает что-то вроде взрывных котят, когда вы просто выбираете из руки, какую карту сыграть, и просто читаете, что она не написана, для того, чтобы собрать больше эмоций. И она довольно рандомная. Но при этом она очень красиво выглядит, однако я не думаю, что это хорошая игра, так как все равно в ней слишком много рандома, карточки держать неудобно, хотя они такой прикольной формы, но это не делает их удобными. В целом, это просто такая симпатичная, необычная игра с хикстартером, в которой мне удалось сыграть, ничего особенного. Я сыграл партию в настольную игру Гавр, это такой очень хардкорный еврогейм от Увы Розенберга, и по-моему, это одна из лучших игр, в которой я играл в своей жизни. Я играл в нее когда-то раньше, несколько партий, и сейчас, по прошествии многих лет, я сел за нее снова, с вот этим ожиданием чуда настольного, и я снова его получил. Там огромное количество ресурсов, очень мало действий, вариативность этих действий прогрессирует в течение партии, в конце вариантов действий немерено, при том, что возможностей у вас крайне мало, вам нужно попытаться найти максимально эффективное действие, и это все время очень интересно, партии вариативны, потому что в специальные здания замешиваются какое-то ничтожное количество из огромных двух колод, то есть эти две колоды никогда целиком даже не сыграются, потому что очень длинная игра, в нее сложно заманить новичков, потому что она действительно хардкорная. Первые разы, когда я в нее играл, мне казалось, что у меня кровь из ушей потечет, и вены на лутбу вздуются, это вон сколько мне нужно думать, но это восхитительно, это одна из любимейших игр в моей жизни, и если вы любите сложные евроигры, обязательно сыграйте в Гавр, это классная игра. Я сыграл две украинские настольные игры от маленьких издательств, это игра Picard от издательства Picard, в которой мы собираем сеты из картин, и там настоящие картины, и параметры для этих картин, это собственно там художник, страна, стиль, и все это можно выучить через эту игру, то есть можно через это выучить что-то о живописи, но при этом как настольная игра это не очень работает, возможно для совсем новичков, да, но в целом ты просто тянешь карту и делаешь то, что оно не написано, и там крайне мало зависит от тебя, все твои решения ты принимаешь просто на свою карту, которую ты вытянул, там написано действие, которое ты делаешь в этот ход, при том, что все эти действия не очень интересные, часто они состоят из пустого фидлинга, выложи 6 карт, выбери среди них одну, скинь эти 6 карт, слишком долго это длится, я снял летсплей для своего украинского канала на эту игру, в целом она мне не очень понравилась, но она выглядит симпатично, но еще меньше мне понравилась следующая игра, Тайныч и Пинземелья Ривного, это настольная игра про город ровно, внешне она выглядит не трэшово, к ее изданию приложило руку издательство Фил Индиго, которое выпускает настоящие настолки на украинском языке, это серьезное издательство, и поэтому у меня была надежда какая-то на эту игру, то, что она будет интересной, или там будет что-то необычное внутри, то есть у меня были надежды, и они не оправдались, это одна из худших игр, которые я пробовал в своей жизни, во-первых, она никакого отношения к ровно не имеет, это просто, это фэнтези мир, где мы путешествуем по подземелью, мы выкладываем там Т-30 подобные тайлики, и только по ним мы можем идти, при этом по ним мы можем идти только бросай кубик, то есть это такой усложненный кинь-двинь, если мы попадаем на особые области, то мы тянем карту, и эта карта нам говорит, что мы делаем, а делаем мы что-то скучное, вроде отступаем назад на шесть скелеток, пропускаем ход, возвращаемся в начало своего пути, и задача первым дойти до центра. Даже это звучит все скучно и просто, но при этом там недостаточно описаны правила, и у нас регулярно возникали вопросы про то, как в нее действительно играть, и мы рылись в правилах, и мы с Олей сняли летсплей на эту игру для моего украинского канала, и мы вдвоем остались крайне разочарованы этой настолкой. Бонусы, которые мы в ней нашли, коробка выглядит неплохо, и она быстро играется. Мучение в этой партии быстро закончится. В этом месяце я сыграл две партии в детектив элементарно, я сыграл в сюжет убийства в день независимости, и это первый раз я играл в детектив на большую компанию, нас было целых шесть человек, и некоторые из нас были совсем новичками, и этот детектив отлично зашел на такую компанию. Теперь я считаю, что элементарно, это по сути такой себе патигейм. Конечно, если все готовы внедриться в процесс разгадывания, то в ней элементарные правила, просто ты берешь карты, и потом читаешь или сбрасываешь, и при этом самоочевидно, как работает обсуждение. То есть ты просто слушаешь всех, и тебе не нужно знать какие-то правила к настольной игре. Сама механика того, как работают детективы, всем самоочевидна. И поэтому у нас действительно получился классный экспириенс, и именно убийство в день независимости, как сюжет, мне очень понравился, и мы его разгадали, потому что он интересный, и заковыристый. Также в этом месяце, кроме этого сюжета, я еще сыграл в сюжет «13 заложников» и выпустил летсплей про то, как мы его проходим. Этот конкретно сюжет мне гораздо меньше понравился, мы его не прошли, потому что мне кажется, что некоторые из разгадок здесь, хотя другие люди проходили этот квест и прошли его, ну в целом, это особенности детективов, то, что что-то до конца тебе будет неочевидным, а к чему-то ты можешь прийти, просто взглянув на карту и высказав какое-то предположение. Что мне нравится в этой игре, это то, что главный геймплей здесь, это не просто выкладывание карт, это первая половина игры, а основа удовольствия, как мне кажется, от этой настолки, в обсуждении, которое рождается в конце. Ведь в этой игре каждый из нас имеет какую-то особенную информацию у себя на руках, и некоторую из этой информации он сбрасывает в отбой, и только этот человек этой информацией обладает. То есть каждый игрок имеет какую-то важность, значимость, потому что только он видел свои карты, которые он сбросил, и он решает, сбрасывать их или нет. И поэтому мы должны всю эту информацию вместе объединить и только вместе родить какое-то общее наше решение. И это, мне кажется, восхитительно. Я не думаю, что элементарно это лучший детектив, но что-то в этой системе меня определенно цепляет. Добавлю, только сейчас я пришел к тому, что в принципе это отличная игра, чтобы играть с новичками, потому что лучше всего начинать с новичками играть в кооператив, когда вы все вместе играете, а не друг против друга. Но при этом обычно в кооперативах бывает проблема альфа-игрока, когда один игрок может за других решать, что делать. А здесь у каждого игрока своя собственная информация, и какой бы это новичок ни был, все равно ему лично придется решать, как поступить. То есть все игроки будут точно включены в процесс. Под Новый год мы сыграли партейку в настольную игру Йоги. Сложно назвать ее настольной игрой, это все-таки такой party game, где мы просто тянем карту, и на ней написано, что ты должен делать, например, показывай пальцем вверх. И потом по кругу все продолжают тянуть карты, и ты должен соблюдать все те правила, которые ты вытянул. И в какой-то момент, если ты перестаешь делать все, что ты вытянул, то ты проигрываешь. И выходит, что в этой игре ты сидишь в какой-то очень странной позе, и в какой-то момент даже не можешь взять карту из колоды и стараться это как-то сделать. Это не игра для любой ситуации, но для веселой компании это очень классная штука. Мне зашла топовый такой экспириенс, похожий чем-то, например, на твистер. Но твистер все-таки требует больше места только на 4-х человек. Мне кажется, что это более гибкая игра в плане, что большим количеством людей она может зайти, чем твистер. Сыграл пару партий на столку Coloretto. Это такой очень простой филлер, где мы собираем сеты цветов, но при этом мы собираем только 3 сета, и за них мы будем получать очки, а за каждые дополнительные сеты, которые к нам придут, мы будем получать отрицательные очки. Поэтому мы стараемся собрать только определенные цвета. Но соперники будут подсовывать нам те цвета, которые будут отнимать очки. Я удивился, насколько сильно мне понравится эта игра. Мне она кажется очень элегантной, мне нравится в нее играть безумно. Хотя это элементарная такая простая игра на выкладывание карт, но в ней есть что-то завораживающее. В ней всегда есть просчет и удача. Мне кажется, это то, какими должны быть филлеры. Элементарная в правилах, но очень глубокая в экспириенсе. Мне кажется, что лично для меня большой частью этого экспириенса является еще то, что здесь очень приятные карты. А я люблю приятные карты. В йогах, кстати, тоже отличные карточки. Это две игры от стиля жизни, в каждой из которых классная коробка, классная игра и классные карточки. Еще одна игра от стиля жизни, в которую я сыграл в этом месяце, это Кольт Супер Экспресс. Я раньше много играл в Кольт Экспресс, и у меня есть обзор на канале на ту настолку. И когда я видел, что выпустили такую маленькую версию той большой классной игры, я подумал, ну как это фигня, и они просто хотят нажиться на имени той настолки. И посмотрев правила, мне они тоже не показались интересными. Но потом я несколько раз сыграл на разные компании в эту настолку. И, по сути, это очень прикольный, быстрый пати-гейм, где мы, программируя собственные действия, то есть выкладывая их заранее, потом вскрываем и смотрим, как мы взаимодействуем на этом поезде и параллельно расстреливаем друг друга и выпадаем с этого поезда. При этом, это очень быстрая игра, очень простая. И мне, и другим игрокам это прямо зашло. Классный опыт такого быстрой, забавной игры, где мы, как ковбои, участвуем в перестрелке. При этом, это просто колода карт и несколько мипиков. Такой концентрированный опыт того большого Кольта Экспресса, только сжатый до вот самого важного переживания в этой игре, то есть подставления других игроков и программирования действий. Еще сыграл партейку в настольную игру Пэтчворк. Это отличная, простая, дуэльная игра, которой мы шьем собственные покрывальцы. Тема здесь может быть скучновато, но игровой процесс восхитителен в своей простоте и глубине одновременно. То, что здесь есть целых два ресурса, это время, которое вы тратите на каждый тайл и количество пуговиц, которые вы за него получаете или платите, это удивительная в своей простоте и глубине игра, которую я прямо рекомендую вам давать пробовать новичкам, потому что это супер настолка для парочек, чтобы вот так вот вечерком сесть и пособирать собственные покрывалки. Сыграл партейку в настольную игру Spell. Это тоже настольная игра от маленького украинского издательства, это их тоже первая настолка. По коробке видно, что это не самая профессиональная настолка, это простой карточный филлер, в котором мы все вместе пробуем завалить монстра, каждый из нас собирает заклинания, и это в некотором роде интересно, потому что вы пробуете понять, какие заклинания соберут другие игроки, и вам нужно одновременно и быстрее их походить, или больше урона нанести, но карты, которые вы для этого распределяете, это один набор карт, то есть вы должны выбрать, куда эти карты разместить. И это интересно, но при этом в этой игре не хватает тактического элемента, то есть вы каждый ход заново решаете, что вы будете делать, и не можете просчитать на потом, или оставить какие-то дополнительные ресурсы на следующие ходы. В целом такая простенькая, быстрая игра. Отыграл партию в настолку Хуанхэнзи, это довольно абстрактная, но очень конфликтная игра, которую трудно описать, потому что мы просто выставляем тайлы на поле, и как будто бы воюем там за территорию, но все это мы делаем просто какими-то тайлами, что выглядит довольно абстрактно, но во время партии это ощущается как настоящий конфликт. Это игра, в которой мы все время совершаем перевороты, войны, поэтому людям, которые не любят конфликтные игры, это точно не подойдет. Здесь интересная система подсчета очков. Тут есть 4 типа очков, которые вы можете получить, и в конце вы получите баллы за именно тот цвет, который у вас меньше всего. То есть тут есть смысл не копить больше одного цвета, а попытаться собраться по максимуму всех цветов. То есть вам в какой-то момент вы понимаете, что у вас все цвета по максимуму, а одного цвета практически нет, и вам необходимо именно его начинать вкачивать. В целом мне очень понравилась эта игра, хочу в нее попробовать поиграть еще и разными наборами распробовать. Классный такой опыт, напоминающий классические игры. Все-таки Рейнер Книце это такой знаменитый дизайнер, делающий очень классные механики с сухой темой, а игра эта основана на классической игре Тигр и Ефрат, только переработанной. Классные тут компоненты, деревянные большие фишки, прикольная игра. Я сыграл в настольную игру Терреформирование Марса с дополнением Час Венеры. Этот доп добавляет еще отдельное поле и трек, который мы можем прокачивать, и еще пачку карт с несколькими новыми механиками. И теперь, после этих партий, я уже полностью проникся Марсом. Если раньше я не знал, нравится мне эта игра до конца или нет, то сейчас я понимаю, в чем ее кайф, и я прямо стал фанатом этой настолки, всегда в ней с удовольствием играю. Этот дуб, мне кажется, стоит советовать только тем людям, которые действительно задроты этой настолки и хотят еще больше всего того же самого. Все-таки добавление кучи карт с новыми механиками, это не то, что ты сразу же хочешь от этой коробки, потому что здесь и так куча карт и куча механик. Плюс, это дополнение, даже несмотря на то, что появляется возможность продвигать каждый ход один из треков, удлиняет и без того довольно длинную игру, но при этом дарит больше разнообразия. Поэтому не всем я советую этот доп, а только если вам вдруг не хватает разнообразия в Марсе, так как эта игра имеет целую армию фанатов, и так они будут покупать это дополнение, потому что, ну, это очень многими людьми любимая игра. Сыграл еще партейку в настольную игру The Mind. Как-то так вышло, что это моя любимая настольная игра за весь 2020 год, и под конец года я играл много пати-геймов, так как были у нас разные тусовочки. И всегда с любым набором новичков достаешь The Mind, и всем она заходит. Это самая очевидная игра, в которую сразу очень интересно играть, сразу становится очень напряженный процесс. Люди с первого или второго круга схватывают, как в это играть, и это невероятный игровой опыт, который вы сразу же ощущаете, потому что вы все очень сильно сосредотачиваетесь на этой игре и друг на друге. Крайне рекомендую. Снял обзор на эту настолку, где я ее расхваливаю, снял топ свой на стол, где я ее расхваливаю, и сейчас я ее хвалю. Сыграл в настольную игру Воля Штурмовый Загин с фигурками. Мне издательство предоставило фигурки для того, чтобы я снял обзор на эту игру и рассказывал вам, как оно. И я хочу сказать, что все еще компоненты в этой игре довольно плохие, но с появлением фигурок фигурки бомбические. Они, конечно, дорогие, но я не ожидал, что в украинской настольной игре могут быть настолько крутейшие фигурки. С ними игра, конечно, приобретает ландшафт и масштаб. При этом, оставаясь быстрой веселой дуэлькой про войну и кидание кубиков, мне на самом деле геймплей вот он настолько нравится. Мне единственное, что мне нравится этот компонент внутри коробки и мне странно, что они не сочетаются с такими офигенными фигурками. Но при этом издательство говорило, что будут допы и мне интересно посмотреть, как они будут сочетаться друг с другом. Все-таки процесс игры в нее веселый. Сыграли партейку в детектив-клуб. Это такой прикольный пати-гейм смесь Диксита и находки для шпионов. Прикольный процесс. Всем игрокам она заходит. Но сыграв уже несколько разных партий в нее, я могу сказать, что мне кажется, ну, это хорошая игра, но я почему-то не влюблен в нее. Нет у меня какого-то ощущения такого же трепета по отношению к ней, как, например, к Музе или к Коденеймс, который я заигрывал. А это, я понимаю, что это прикольная игра, что она понравится игрокам, но какого-то такого трепета и нового уровня невероятных переживаний она у меня не вызывает. Но я все еще ее рекомендую другим игрокам, потому что здесь есть несколько интересных уровней интеракции между игроками, которые всплывают только в течение партии и не очевидны с самого начала. Отыграл три партии в настольную игру Легенды Пиратов. Это очень простецкая такая легаси игра, которая выпустила Стиль Жизни. Это очень простая детская игра, напоминающая внешний шакал, но немного другая по механике. В целом интересная, потому что мы ездим по карте и собираем закрытые тайлы, и мы их можем выгружать на острова. При этом мы можем их выгружать на любые острова, но только один остров принадлежит лично вам. И самая интересная механика в этой игре это то, что вы не знаете, кому какой остров принадлежит, и вы можете просто набрасывать мусор на чужие острова, не зная, чьи они, или просто выкладывать тайлы на какой-то остров, не подозревая, чей он, а потом в определенный момент вы можете напасть на другого игрока и поменяться с ним островами. Это очень интересно. Но все-таки в базово это очень простая игра, и много я бы в нее не стал играть. Но дело в том, что это упрощенная легаси. Тот игрок, который побеждает в партии, достает такую карту и на ней стирает один из значков, и там может быть какой-то из сундуков. И сундуки, это прямо-таки бумажные пакетики в этой игре, вы их открываете, и там вы находите новые правила для этой настолки. Это то, как обычно функционируют легаси игры, но это и упрощенная версия, здесь нету какой-то большой истории, это просто добавляются новые тайлы, новые компоненты и новые правила. И это делается таким интересным образом, что вы как будто бы открываете сундуки с новыми компонентами. И мне кажется, что это какой-то очень классный вариант для того, чтобы посадить новичка или посадить ребенка, дать ему такую простую семейную игру, но в течение многих партий, в течение длительного времени эта игра постепенно, совсем понемножку, маленькими шажочками становится все сложнее. При том, что изначально это довольно интересная, но простая концепция, но в нее сверху можно еще кучу все засовывать. Я пока что открыл только два сундука и они уже подобавляли совсем чуть-чуть правил, но уже с самого первого раза если с ними играть, то играть чуть-чуть сложнее. Я думаю, что это восхитительно и я понимаю, что если бы это была просто базовая игра, то я бы в нее не играл столько раз, сколько там сундуков, но зная свою любовь к открыванию разных пакетиков, мне хочется ее прям полностью пройти и я обязательно сниму на нее для вас обзор. отыграл партии 4 в настольную игру VT Coucher, так как я и сделал на нее обзор. Мне очень понравилась эта евроигра. Евроигра про виноделие, в котором вы сначала закупаете виноград, потом высаживаете его на свои поля, потом вы собираете этот виноград, потом вы чавите этот виноград в вино, потом оно у вас устаревает, потом вы выполняете заказы и продаваете вино. И все это так элегантно, и это длительный такой процесс, и настолько приятные компоненты, несмотря на то, что выглядит это все внешне довольно скучно, внутри все-таки это очень живая, насыщенная такая евроигра с душой, потому что мне явно чувствуется тема, мне очень зашла. Несмотря на высокий уровень рандома в связи с приходом разных карточек, все-таки здесь чувствуется твое влияние на процесс, и при этом она очень быстрая, то есть на двоих она играется явно меньше часа, при том, что она может играться до шестерых игроков. И в следующем году ее выпустить на украинском Kill Games. Отыграл первый квест из набора Побег из психушки, здесь две коробки внутри, и в целом здесь целых 10 квестов, они связаны как-то сюжетно, все действие происходит в психушке, там мы ходим по разным комнатам, и для того, чтобы в нее попасть, нужно что-то разгадать, потом внутри мы открываем новые компоненты, и эти компоненты, они в общем прикольные, это не просто бумажки, они как-то оформлены, классно, прозрачно, можно по-разному их использовать, мне прям понравилось это все, но хочется больше еще поиграть, и потом я, когда пройду это все, я сниму обязательно обзор, пока что могу сказать, что это довольно сложный квест, и очень атмосферный, то есть это уже такой новый этап развития настольных квестов, сначала они были просто, там простенькие, а уже последние новые, которые выходят в последнее время, гораздо более сюжетные, насыщенные, потому что становятся в общем-таки более развитые, что ли, вот это те настолки, которые сыграл в декабре месяце, здесь у меня довольно много разнообразных партигеймов, в связи с тем, что были новогодние праздники, и еще после нового года я уже успел поиграть, но про это я расскажу уже в отчете за январь, теперь конкурс, я отдам одному из своих подписчиков настольную игру салон Паннафарта, как и обычно я делаю в своих отчетах, я отдаю одну из своих настолок кому-то из вас, мои дорогие зрители. Для того, чтобы получить эту настолку, вам необходимо вступить в группу в фейсбуке, и там в пост, в котором я ввожу этот свой отчет, написать в комментариях к этому посту, что вы участвуете в конкурсе, и репостнуть к себе на стену пост с этим видео. И потом, через две недели после выхода этого ролика, я выберу случайным образом одного из людей репостнувших этот ролик, и вышлю ему вот эту настолку. Спасибо вам за просмотр, даже если вы не хотите участвовать в конкурсе, все равно поставьте этому ролику лайк, напишите в комментариях, какие у вас были игры, самые играемые в декабре, или что вы думаете про те игры, в которые сыграл, на какие из этих игр вы бы хотели увидеть обзоры. Подписывайтесь на канал и играйте в хорошие настолки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok